Святитель Иоанна Златоуста на книгу Бытие. Беседа называется «Увещание подвигом добродетели». То, что нам обещано, превышает всякий человеческий разум и превосходит всякое рассуждение. Ибо не в настоящем только веке нам обещал Господь продолжение жизни и наслаждение видимыми благами, но и после отшествия отсюда и разрушения тел, когда наши тела обратятся в прах и пепел, обещает воскресить их и водворить в большей славе. Подобает, говорит блаженный Павел, тленному сему облечься в нетление и мертвому сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам 15, 35. А после воскресения тел Господь обещает нам даровать наслаждение Царствия, обещание общения со святыми и бесконечный покой, и те неизреченные блага, которые глаз не видел и ухо не слышало, и на сердце не приходило человеку, что Бог приготовил любящим его. Итак, видишь ли, сколь велико превосходство обещаний, видишь ли величие даров. Размышляя о всем и знаем неложность обещавшего, сочиане приготовим себя к подвигам добродетелей, дабы можно нам было насладиться обещанными благами. Спасению нашему и наслаждению столь великими благами не предпочтем благ временных. Не будем рассуждать о трудах добродетелей, а будем мыслить о воздаяниях, не станем смотреть на издержки денег, когда из них нужно бывает давать бедам, а представим себе происходящие отсюда последствия. Ибо если те, которые полагают семена в землю, и прежде собранные рассевают, делают это с великой радостью, питаясь благими надеждами и уже воображая в мыслях колосья полной зелени, то гораздо более прилично радоваться и восхищаться тем, которые удостаиваются сеять семя духовное. Потому что они, сея на земле, пожнут на небе, бросая деньги, получают прощение грехов и приобретают залог упования, и подавая здесь, приготовляют себе самим вечный покой и зажитие со святыми. А если мы изберем целомудрие, то не станем обращать внимание на то, что этот добродетель соединена с трудом, или что детство требует великого подвига, но помыслим об ожидающем нас последствии. И всегда о том рассуждая, будем обуздывать порывы злых пожеланий, побеждать в лечении плоти и тяжесть трудов, облегчать надежду воздаяния. Ибо надежда получить какие-либо блага дает смелость отважиться и на явные опасности. А тем более она поможет нам мужественно препобедить трудности добродетелей. Ибо если размыслишь, что краткое время, подвязаясь и сохранив горящий светильник детства, можешь удостоиться в будущем блаженной жизни и войти с женихом в Царствие Небесное, если только будешь иметь светильники возжженные и в них достаточно елея, то есть добрых дел, то как не перенести со всей легкостью все тяжкое, припоминая и сказанное блаженным Павлом? Мир имейте и святость со всеми, без которых невозможно увидеть Господа. Евреям 12.4 Видишь ли, как апостол соединяет мир со святостью, дабы разумели мы, что он требует не только чистоты тела, но и мира. Он благовременно упомянул о том и другом, желая утвердить в нас то и другое, чтобы мы и помыслы свои удерживали, не допуская в себе никакого возмущения или смятения, а продолжали жизнь спокойную и безбятежную, и чтобы со всеми другими обращались мирно, были тихи, кротки и снисходительны, так, чтобы все черты добродетели отражались на нашем лице. Таким образом, мы можем и славу настоящей жизни презирать, предпочитая ей славу истинную, и более заботиться о смиренномудрии и считать за ничто всякое счастье здешней жизни, чтобы насладиться счастьем истинным и прочным, в достоице узрить Христа. «Ибо сказано, блаженны и чисты сердцем, ибо они Бога узрят» Матфея 5,8. Итак, очистим нашу совесть и с отчаянием позаботимся благоустроить свою жизнь, чтобы, проведши настоящий век во всякой добродетели, удостоиться за здешние подвиги и наград в будущем веке, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцом и со Святым Духом слава, держава, честь, ныне, пристно и во веки веков. Аминь.